Котенок Бакси кажется готов терпеть любые проявления нежности, но позволяет он это только двухлетняя Делине. От девочки кот не отходит ни на шаг, не царапает и не кусает, а вот остальных домашних не признает. Решили попробовать зверинотерапию, потому что детки, которые болеют, часто не хватает ими внимания, потому что мы вынуждены сидеть дома постоянно с ней, не собирать, то общение минимизировать, чтобы не было контактов с больными детками, не дай бог кашляющими. Дело в том, что даже самая безобидная инфекция теперь для Делины очень опасна. Полтора года назад девочка заболела ревматоидным артритом. Это когда опухает и невыносимо болят суставы, разрушаются зубы, а температура поднимается до 40. И спровоцировать такое обострение может даже обычная простуда. Это не лечится, но достичь ремиссии можно. Раз в неделю Делине нужна инъекция дорогого препарата. Одна ампула стоит полторы тысячи рублей, в месяц – шесть. В скромном семейном бюджете таких денег нет. Оно нам положено с нашим заболеванием и по региональному бюджету, и по федеральному. Но отказ Минздрава в марте закон приняли, что в перечень жизненно важных для артритников заболеваний он не входит. Адалиной маме теперь приходится надеяться на вас, таких неравнодушных зрителей моей Удмуртии. Благодаря вашей щедрости должна пойти на поправку Марджана из Воткинского района. Из-за сложной операции, а потом смертельно опасной болезни, она очень потеряла в весе. Чтобы поправиться, нужна специальная смесь. Увидев репортаж о Марджане, вы отправили такое количество сообщений, что в итоге собрали почти 22 тысячи рублей, которых хватило, чтобы купить для Марджаны специальное питание. 120 баночек, каждый из которых отодвигает стрелку на весах от критической отметки. Марджана уже получила. Вот оно. Столько много. Нам это питание нужно две баночки в день хотя бы пить. И пить довольно длительное время. Спасибо огромное всем телезрителям за помощь, за то, что они отозвались на нашу беду и так активно помогают. На помощь надеется и двухлетняя Делина. Как ей помочь, можно узнать на сайте Эры Милосердия. А прямо сейчас можно отправить смс на номер 3116. Текст Эра пишется только латиницей про белый сумма, которую готовы перечислить со своего мобильного счета. Анастасия Редько, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова